Друзья, мы продолжаем работать с ассоциативным мышлением. Ассоциативное мышление будет уводить нас от катастрофического мышления, помогать избавляться от навязчивостей. Навязчивости разные бывают, и мысли, и какие-то симптомы, или какие-то действия. Так вот, я сейчас хочу привести один аутотренинг, их много у меня, подписывайтесь на канал. Тренинг, связанный с ассоциативным мышлением, так, чтобы нейропластикой заняться в коре головного мозга. В коре головного мозга у нас рисуются разные, как я говорю, кинотеатры со своими специфическими фильмами. И эти шаблоны и заставляют нас определенно мыслить, определенно жить. Так вот, как это мы будем делать в данном случае? Прежде всего, вы уже освоили состояние транса. Не путайте с состоянием медитации. В состоянии медитации там, ну, это сакральные вещи, которые, типа, улетаем куда-то. Состояние транса вы посмотрели и его освоили. Итак, что делаем дальше? Вы входите в состояние транса. Не ложитесь, а садитесь, чтобы было удобно. Войдя в состояние транса, ну, если вы хорошо натренировались, я, например, могу войти, ну, где-то за 30, максимум 35 секунд. Войдя в состояние транса, вы делаете следующее. Я сейчас немножечко туда войду, потому что мне придется с вами говорить, но все-таки мое тело и мой мозг будут вот в этом состоянии гамма и дельта излучений. Хотя придется и разговаривать с вами. Итак, войдя в состояние транса, вы начинаете, первое, образно представлять ту или иную ситуацию. Как выбирать эту ситуацию? Например, некоторым вот я сегодня рекомендовал ситуацию зайти в магазин, расплатиться за набранный товар. И вот вы входите в магазин в воображение, запахи в этого магазина, гомон. Вы в сенсорных представлениях себя погружаете в это обстоятельство, обстоятельство магазина. И говорите себе, вот этот магазин, вот это метр, я представляю магазин метра, большие площади, что-то интересное я могу взять. Вот я везу тележку. Я подошел к рыбному отделу, запах рыбы. То, что я ощущаю через сенсорные образы выдуманные, я произношу вслух, вербализируя те обстоятельства, в которые я себя погружаю. Внимание, повторяю, я вербализирую те обстоятельства и ту сенсорику, которую я воспринимаю в данный момент, в данной ситуации. Я быстро почему-то перешел к парфюмерному отделу с мужскими там этими прибамбасами. Вот это гель для бритья. Я пену и не буду, вот я ее трогаю, пену откладываю, гель. Я прохожу дальше, смотрю, люди ходят. Ну, я больше всего смотрю на антропологические качества женщин. Ну, прельщает меня это. Не буду лукавить перед вами. И так далее я прохожу, и вот подхожу к кассам, смотрю, где побольше. Ну, а ведь эти кассы сейчас стали карточки принимать, а раньше кэш только был. Я встал, стою, подхожу, вот. Она меня это все перекидывает. Я в тележку посмотрел на ее антропологические данные, расплатился, улыбнулся. Так, немножечко пофлиртовал, и выхожу из магазина. Везу эту тележку до машины. Чуть на улице прохладнее, чем в магазине было. Внимание! Я описал ситуацию, в которой я был магазином метро. Ну, я быстренько описывал. Вы более подробно можете описать во всей сенсорике не только запах рыбы или парфюмерного отдела для мужчин. И не только антропологические данные тех людей, которые вас там, вы встречаете. Сцены можете вслух. Вы произносите вслух. Можно ассоциативно уходить в какие-то аллегории. Аллегории. Вот я взял пену и гель. Ага, гель мне больше нравится, чем пена. И я аллегорию вспомнил, как я это делаю, когда бреюсь, пену используя или гель. У меня даже на щеке я почувствовал пена или гель, которой я взбиваю гель. А пена, она уже пшшш. И слышу звук и ощущения на теле. Важно здесь вербализировать, говорить, что вы представляете. Ассоциативно это ощущать через собственную сенсорику тело, запах, картинки. И это находиться в состоянии транса, измененного состояния сознания. Смотрите в других роликах. Так вот, я советую от 7 до 15 минут исследовать, исследовать, такое слово, ту или иную ситуацию. Ситуацию, которую вы хотели бы проработать. Не со страхами, а с ощущениями. Может быть, вам запах рыбы не нравится. Но вы все равно говорите, запах рыбы не нравится, пойду к парфюмерному отделу. Важно не испытывать неприязнь, раздражение. Тем более страх. А испытывать некий такой интерес. Может быть, что-то вам понравилось, цена не понравилась. Вот вы чем-то недовольны. Недовольны можно. И подходите. И если вы не флиртуете, то вы можете представить, что вы раздражены, что медленно вас обслуживают. Все это вербализируйте. Так как вы находитесь один, то никто не слышит и никто не подумает, что вы с ума сошли. И вообще подписывайтесь на канал, поделайте это. Ассоции, ассоциации, ассоциации и слова. Все это накладывается, и в нейроновых связях получаются шаблоны, нарративы. Это очень полезно.